Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Дмитрий приехал в Киров на встречу с предпринимателями. Статьи, анонсирующие, выходили с заголовками «Бизнесмен, правдоруб» Дмитрий Потапенко приедет в Киров». Ну, собственно, встреча состоится сегодня вечером. А пока мы в эфире поговорим о том, как живет сейчас малый и средний бизнес в России. Мы сформулировали для себя тему таким образом. «Бизнес в России. Медленные угасания или затишье перед рывком?» Вот как-то так. Дмитрий, давайте начнем с многочисленных ваших интервью, выступлений, которые вы уже давали. Я вчера очень много посмотрела. В 2016 году вы говорили, что мы находимся в центре торнадо. Вот сейчас где мы? По-прежнему там же и выход из этого торнадо. Эта история очень медленная. И для себя надо понимать, что, как говорится, как в фильме «Собачье сердце», суровые годы уходят, за ними другие приходят. Они будут также трудны. Потому что экономическая политика наших властей по-прежнему та же самая. Она никак принципиально не меняется. Есть надежды на отскок нефти. И иных каких-то мер предпринимать не просто не могут, а на самом деле им страшно. Потому что любые меры, которые приведут к стимулу экономики, приведут к том числе и дисбалансу системы управления. Здесь надо для себя понимать, что не существует власти как таковой. Власть построена на экономике. И политика это перепачканная в гуаная экономика. А поскольку сейчас большая часть губернаторов сидит очень на своих местах, как на иголках. А кто-то просто сидит. Ну, кто-то просто сидит. Я более того скажу, что в 2015 году, когда я приезжал как раз в эфир, как раз эхо Москвы в Кирове, мы, глядя через окна, видели тогда еще действующего губернатора господина Белых. И вот сегодня мы как раз перекидывались буквально парами фраз. Может быть, вдруг нам удастся увидеть действующего губернатора, идущего мимо. Может быть, это будет какой-то знак мимо окон эхом Москвы в Кирове. Но не суть. Это основная проблема, что все губернаторы сейчас прекрасно понимают, что определяется политика в администрации президента. И у них все меньше и меньше места для маневра как такового экономического, да и политического. И поэтому их в любой момент могут сейчас заменить. Причем меняют их вне зависимости от того, какие есть реальные или нереальные показатели. Поэтому сейчас губернаторское, любое губернаторское место, это, в общем, такая пороховая бочка. И башни Кремля, которые рубятся между собой, используют губернаторов в качестве таких пешек в игре Чапаев. И поэтому много кто слетает. И много кто находится под ударом. Ну хорошо, Дмитрий, вот вы сами заговорили про посадки губернаторов. До определенного времени система своих не сдавала. А что в 15-м, простите, в 16-м году произошло? Нет, коллеги. Дело в том, что это категорически неверно. Империатив по поводу своих не сдавал. Вы немножко, вот если посмотреть круги ада по Данте, собственно говоря, там несколько кругов ада, то, в общем-то, не надо тешить себя иллюзией, что министры посадки, которые происходят, или губернаторы, они входят в систему. Они далеко не ходят в ближний круг. Поэтому это круг, скажем так, третий-четвертый. То есть они не свои? Они не свои. Они совсем не свои. Они близки к своим, но они не свои. То есть это третий-четвертый круг. Я очень четко это подчеркиваю. Поэтому в любой момент эти люди могут быть сняты. Они существуют до определенного, когда они выполняют какую-то свою функцию, после этого их просто сжирает. Сама система. Потому что сама система именно так построена. Понятно, что для обычного гражданина, условно говоря, мэр города, это такой какой-то большой страшный человек. Но в системе координат, когда сегодня мэр города вообще не распоряжается, по сути дела, никакими финансовыми ресурсами, но это точно так же, как, условно говоря, собака-кони может быть тоже мэром любого города. Потому что у него прав ровно столько же, сколько и у собаки, и у мэра. Потому что с финансами все равно надо обращаться к губернатору. А губернатор вынужден ездить, опять-таки, с Челобитной на Старую площадь. И, в общем-то, различными манипулятивными методами, в том числе рассказывая о том, как у нас, используя некое протестное движение, которое есть в регионе, или используя действующие проблемы, или искусственно создавая эти проблемы, выбивает дополнительные фонды. При советской власти было такое понятие, вроде в торговле, это ездить в райпо, выбивать фонды. Что это означает? Потому что нас немногие, в общем-то, застали это время. Ну, в магазинах того времени очень часто не было продукта. И задача товароведа и заведующего было поехать в райпо и выбить фонды. То есть выбить, чтобы увеличили там поставку, например, хлебобулочных изделий, или еще что-то, чтобы к вечеру был продукт на полк. Вот точно такая же функция у сегодняшних губернаторов практически всех кругов, которые есть. А с учетом того, что их начали сливать очень регулярно, причем они даже не понимают, откуда зачастую это все прилетает, им кажется, что их там слила какая-то их конкурирующая группировка, но все это очень сильно наивно. Есть какая-то экономическая причина за этим? Нет, экономическая причина, ну, условно, ее можно натянуть, она условно просто, тот каравай, который был раньше большим, да, он стал меньше. А поскольку каравай стал меньше, а самые верхние эшелоны привыкли жрать так же, как они жрали в три горла, то, естественно, можно подложить каждого губернатора как разходную монету в некой экономической борьбе. Ну, то есть у нас, по сути дела, экономически активных регионов всего, там, по разным оценкам, три с половиной или семь. Все остальные регионы дотационные. А раз регионы дотационные, то, собственно говоря, одному, как в той сказке, этому дала, этому дала, а этому не дала. Но только-только с той разницей, что из этой сказки там этому дала, этому дала, а тут всего лишь этому не дала, этому не дала, этому не дала, этому опять не дала, а вот этому мы дадим. Ну, и поскольку система по-прежнему распределительная, когда сначала из региона выкачиваются все деньги, а потом они частично, я подчеркну это слово, частично туда спускаются, то губернатор становится такой разменной монетой. То есть он либо исполняет, то есть он работает не на жителей, он работает на администрацию президента. Ну вот и все. После выборов 2018 года что-либо изменится в этом плане? Конечно изменится. У нас будет президент с опытом работы президента. Я имею в виду вот в этой системе. Саша, наверное, имел в виду экономику. Конечно, конечно. Нет, нет, нет. Видите ли, дело в том, что, как ни покажется странно, экономика превалирует над политикой. То есть не странно, это нормально. Ну это люди почему-то считают, что вот у нас экономика лежит под политикой, и, соответственно, вот оно должно быть так или никак иначе, что типа политики управляют экономикой. Нет, экономические законы это как закон всемирного тяготения. Можно очень много раз кидать ведро с дерьмом вверх, и даже его периодически ловить, и еще раз подбрасывать ведро с дерьмом вверх. Но есть маленькое оно, оно все время все равно приземляется. И в какой момент оно выплеснется, ну это зависит, конечно, от опыта политика, но в конечном итоге все равно оно приземлится на голову. И поэтому, да. Нам нужно прерваться на небольшой перерыв. Давайте договорить, и мы прервемся. Ну, собственно говоря, возвращаясь к законной экономике незыблемой. Если мы почти сто лет не строили никакой альтернативной экономики, кроме до раздербанива недр, и на международном рынке мы известны только как страна сырьевая колония, даже не бензоколонка, бензоколонка все-таки переработанный ресурс, а именно сырьевая колония, то, в общем, невозможно с 13-й экономикой мира претендовать на хоть что-нибудь. Напомню, что мы выше восьмого места с точки зрения экономики не поднимались. И мы можем, конечно, залить, и что, собственно говоря, и делается пропагандой, все первые каналы и рассказать, что мы большие и страшные. Ну, наверное, мы все же, ну, периодически отдыхая от пропаганды, мы должны понимать, что там ЕС, это там 22% мирового ВП, Соединенные Штаты там 24%, Китай, ну, где-то там 18%, и мы 1,7%. Ну, мы можем, конечно, рассказывать, что мы большие и страшные, но это все равно, что нам будет рассказывать, что большой и страшный, не знаю, третий классник. В целом он большой и страшный, и, наверное, в классе он самый главный задира. Но в целом-то у него ресурсов сколько? Ну, он вот свое знает что-то, и, опять-таки, если развернуть это все на мировую карту, то, в общем, надо понимать, что, ну, хотелось бы сначала экономика, а потом политика. Это Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист, и сейчас мы уходим на небольшой перерыв. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Мы возвращаемся в эфир на 101.fm, продолжается дневной разворот. Александр Асохин. Юлия Афанасьева, и у нас в гостях Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист, управляющий партнер компании Management Development Group. Говорим мы про ситуацию в стране, если коротко говорить. Ну и по поводу прогнозов. Часто даете прогнозы, многие из них сбываются. К сожалению. После 2008 года предупреждали, что по-настоящему плохо станет, когда упадет нефть. В прошлом году сказали, что в 2017-м включится печатный станок. Да, собственно говоря, да. На следующий год можете дать какой-то прогноз? Ну, печатный станок, как и говорил, что в этом году наши власти парасандалят. Все зависит от того, как они будут развлекаться. Сейчас идет система гуляя руанина. Сейчас подписан замечательнейший указ, когда нашим сиротам, это Ротенбергу, Ковальчукам и Жесним, из бюджета страны будут возвернуты налоги, по-моему, с 2014, 2015, 2016 и 2017 год. Поскольку, ну, опять-таки, это к вопросу, потому что будет следующий наверняка вопрос про курс доллара и евро. Почему же он такой низкий, когда, в общем, вроде бы казалось, он должен подрасти. Коллеги, все достаточно просто. Сначала нужно сиротам вернуть... Бюджет все-таки у нас не очень большой, а сиротам мы задолжали, поскольку они по какому-то странному стечению обстоятельств попали под санкции. И почему мы, правда, ну, это ни в каком, ни в римском праве, никогда такого не было, чтобы, а, закон имел, обратную силу и возвращали людям, ну, хорошо, они пострадали от неких санкций. Но почему это задним числом происходит? То есть закон у нас с задним числом и возврат денег с задним числом. Поэтому сиротам надо вернуть эти деньги, там достаточно приличные деньги, то есть это несколько триллионов. И приблизительно все зависит от того, как они будут гулять. По моим оценкам, если они будут гулять скромненько, то где-то к июлю они вернут деньги сначала сиротам, потом сироты совершенно разумно переведут их в зеленую бумажку. Соответственно, про сандалит курс начнут поднимать. До скольки они его поднимут? Ну, опять-таки, как будем гулять? Я думаю, что 65-67 они к концу года догонят. Вот. Касаемо следующего года. Значит, в этом году, как мы уже говорили, вы правильно сказали, они включат станок. Где-то, опять-таки, в конце лета, поскольку мы приняли все дружно участие во флешмобе, нарисуй свой домик на ничего не значащие бумажки, в 2 тысячи рублей и 200 рублей. А в следующем году, поскольку у нас есть так называемый электоральный цикл, безусловно, будут большое количество обещалок, будут возводиться, запускаться. Больше будет всего вкачанное денег, конечно, в СМИ. Конечно, не в вас, безусловно. Будут показывать, что миллион тонн чугуна надоели хлопкоробы Беларуси в обязательном порядке. То есть будут открываться либо реконструироваться школы, детские сады, старушек будут через дорогу переводить. Причем неважно, нужно ли это старушке или не нужно. Поэтому следующий год такая история электоральная. Чуть-чуть подопустят курс. Основные какие-то изменения в экономике, внутренней нашей экономики, я думаю, что придутся на 2019 год, когда немножко, во-первых, схлынет. И вот тогда можно будет повысить. Тогда уже повысят пенсионный возраст по-человечачьи. Тогда окончательно подкрутят налоги. Тогда же к удовольствию большинства народонаселений с гиканьем, которые будут радостно приветствовать эту новость, поменяют, как мне кажется, действующую премьеру на кого-то из человека в погонах. Причем будет очень много на эту тему вакханалии, что вот, наконец-то, ура, вперед, даешь. Хотя на самом деле, в общем, не от этого человека сейчас что-то зависит. Поэтому в 2018 год, как электоральный, будут бабушек через дорогу переводить. Поэтому бабушки, готовьтесь, неважно, нужно вам переходить дорогу, или не важно, или хотите вы перейти, или не хотите, но через дорогу придется переходить. Причем придется переходить очень много раз. А с точки зрения, опять-таки, той же экономики, никто альтернативную экономику развивать не будет. Будут на предпринимателя, конечно, увеличиваться налоги. Более того, малый и средний бизнес, ну, он и так, в общем-то, уже перешел на состояние подпольное. Он тоже дал, в общем, это нормальная его реакция на эту уничтожающую политику. Будут расти корпорации, по-прежнему будет банкротиться. Средний бизнес, он будет переводиться под государственное управление. Ну, такая авторитарная, авторитарная такая система управления, она имеет место быть. Ну и как в такой ситуации выживать бизнесу? А бизнесу выживать только в одном случае, только если он дышит уже в песке под водой. То есть бизнес не нужен. В этом-то и проблема, что в существующих реалиях бизнес не нужен. Как таковой. У наших властей есть только одна проблема, нас слишком много. Вот если бы каким-нибудь легальным способом была возможность хотя бы 20-30 миллионов перевести на какой-то подножный корм, ну, собственно говоря, там в свое время так использовались лагеря, когда людей посажали на пайку. Ну, каким-то образом перевести на вот этот подножный корм. Ведь, смотрите, у нас в России порядка 6 миллионов так называемых трудовых мигрантов. Вот если мы своими, то есть наши власти могут это сделать, а чтобы сместить трудовых мигрантов, это не очень сложно. Надо просто уронить уровень жизни. И тогда за работу уборщицы и грузчика, за которую сейчас, в общем, зачастую могут люди не титульной нации не ходить, а потом они будут бороться за эту всю историю. При этом это можно сделать, даже не повышая безработицу, потому что, вот я сейчас прочитал, последние заработные платы, вот есть судебное решение, когда Минтруда отвечает уборщице и разнорабочему в государственном учреждении, что у них зарплата 2800 рублей, это типа нормально. Причем это полный рабочий день, 8 часов. То есть там есть методы, как это сделать. Причем законно, абсолютно, без всяких проблем. Безработица при этом расти не будет, потому что безработица это такой мифический абсолютно показатель. Губернаторы будут вызывать абсолютно всех государственные, негосударственные учреждения и говорить, значит так, безработица, поскольку это один из критериев, которые уходят в администрацию президента, она должна быть практически нулевой, поэтому все будут переводить на неполную занятость. То есть все будут работать, но вот у нас же появился этот термин работающий и нищий. Вот у нас работающих нищих все будет все больше и больше и больше. Поэтому бизнес ныряет уже в песок под водой. До конца его не додавят, потому что даже, условно говоря, в Сомали есть бизнес. Все равно кто-то должен вытирать пол, кто-то должен кормить людей, кто-то должен обслуживать их в точках общепита. Останется какой-то элитный так называемый бизнес, который обслуживает вот эту верхнюю партийную ячейку, как это было при советской власти. Поэтому окончательно все государственное не станет. Но другое дело, что и при советской власти тоже не было все окончательно государственное. Были цеховики, была фарца, которая привозила тот или иной товар из-за рубежа. Потому что, в общем, ну да, вот такая не самая радушная картина с точки зрения псевдорыночной экономики, которую мы якобы 20 лет назад начали строить. Мы никогда не строили рыночные экономики. Мы даже на ее порог не вставали. И поэтому те, кто говорят, что вот мы уже посмотрели капитализм, я сразу могу сказать, что капитализма мы даже и не нюхали. И это обычный так называемый псевдосоциализм, который просто перелицевался, он просто перевесил вывески. Вместо того, чтобы там народ и партия едины. Собственно говоря, народ и партия едины у нас сохранилась только... Ну просто вместо красного знамени появился триколор. Принципиальная схема не поменялась. Дмитрий, ну смотрите, предприниматели это тоже электорат, правильно? Нет, это не электорат, извините. Это я вам говорю абсолютно... Ну кто, кроме того, что это дойные коровы? Это дойные коровы. Значит, предприниматель, человек, ну как вы знаете, я принимал участие в выборах. Я сразу могу сказать, что так называемые коммерсы, как мы можем себя друг друга называть, на выборах либо не ходят, плюс ко всему нас мало как таковых, либо ложатся под тех, под выигравшим. Ни в какую фронту, ни одно экономическое предприятие не играет. Играть никогда не будет. Потому что оно прекрасно понимает, что ему здесь жить. Вне зависимости от дружеских отношений. Вот я выдвигался по Калининграду. Я неплохо знаю Калининград, поскольку у меня там и бизнес был, и там у меня есть бизнес-партнера. Но все вежливо там улыбались, говорили, ну Дим, ну ты же понимаешь. Я говорю, ну, раз я понимаю, все, ну значит понимаю. Все. Так что тут даже вопросов быть не может. Предприниматель это такая тонкая шагреневая кожаная в экономике России. Нас вообще, мы математическая погрешность, нас нет. Есть система распределения. Мы в этой системе распределения очень 0,00, 0,1. Во всей так называемой независимой экономике суммарно, по самым оптимистичным расчетам, со всеми нанятыми сотрудниками, работает от силы 15 миллионов. Суммарно, вот из 100 наших 46 миллионов, работает 15 миллионов. И нас становится за каждым годом все меньше и меньше и меньше. У нас 90% по сути дела народонаселения работает на псевдогосударство. Почему псевдогосударство? Потому что нет государства в данном случае. Это не государство, это система родоплеменных взаимоотношений. Когда есть кланы, которые перераспределяют ресурсы, которые лежат под их ногами. Нефть, газ, лес, ну и далее по списку. То есть то, что на самом деле заработано даже не нами как таковыми, а условно говоря захватническими войнами времен Древней Руси. Ну потому что надо понимать, что почему у нас появились такие территории. Потому что были когда-то захватнические войны. То есть формально, если брать право собственности, формально нам это всем вообще никак не принадлежит. Это должно формально принадлежать неким потомкам князя Владимира. Ну там можно распределять по территории. А мы к этому не имеем никакого отношения. Ну и тем более наши власти. Но тем не менее, узурпировав вот эту систему распределения, они распределяют. И после этого они приходят в любые учреждения и говорят, ну ребят, а за кого вы будете, собственно говоря, там, как вы говорите, электорат. Я могу вам абсолютно четко сказать, несмотря на то, что, как вы знаете, мы являемся несколько там, не входим в партию власти совсем. У нас с ними непростые взаимоотношения. Вот. Но я могу сказать, что я вот, если говорить про электорат, сирые, убогие, люди, у которых ничего не было. Я просто их видел на избирательных участках. То есть партия власти, в кавычках, то есть выигрывает почти честно. Почти честно. Да, вбросы, да, карусели, да, все это бывает. Но все это носит характер математической погрешности. И я вам могу сказать, почему происходит так. Потому что сирые, убогие, там, люди, маргиналы, которые могут опуститься, они в открытую говорят. Ну, да, нам сейчас, условно говоря, там, кто-то дает 500 рублей. Говорят, а чем вы лучше? Да, вот это варье, которое сейчас у власти. Но вы же так же будете воровать. И более того, они продолжают эту фразу. Даже если я приду во власть, то есть они, эти, за 500 рублей, он тоже будет так же, то есть он тоже поставит везде своих родных, близких, знакомых. Ну, то есть он будет дело, воспроизведет систему точно так же. Но только он голодный, а вот эти там с домиками для уточек и там с шубохранилищами, они просто уже нажравшиеся. Так что менять одних на других? Причем это железобетонный аргумент, который вы не выбьете никак. То есть вы не... То есть это психология. Это осознанная психология, причем она осознанно поддерживается, в том числе там федеральными средствами массовой информации. Ведь заметьте, собственно говоря, наши феодалы очень правильно прижали. Они прижали, как у братьев Стругацких, башни, которые распределяют информацию. И против этих башен вы... Сейчас понятно, что появляется некая волна, так скажем, альтернативной башни интернета. Но это абсолютная иллюзия. Но это, наверное, тоже в пределах стат погрешности. Тоже в стат, абсолютно в стат погрешности. Более того, это абсолютная иллюзия, что информация в интернете не профилируется. И это абсолютная иллюзия, что власть не работает в интернете. Потому что, ну, я это просто четко могу сказать, что... Другое дело, что власть очень четко понимает, что там очень небольшое количество людей. И, в общем, направляет туда с точки зрения финансовых ресурсов их чуть-чуть поменьше. Главное, первый канал, первые трика по первым трем каналам, что называется, выносить мозг на одно и то же три новости основные. Это Шота Мухохлов, Алеппо наш и Трамп наш. И вот если эти три новости вот так вот ротировать, то в целом мозг отключается. И, в общем, то, что, условно говоря, в городе Кирове такое ощущение, что немцы только что отошли и бомбили две минуты назад, это уже никого не интересует. Потому что, ну, потому что, ну, вот я Киров неплохо знаю. И Вятку еще... Ну, вы, наверное, просто по нашим дорогам уже проехали. Нет, дело в том, что я не видел. Я еще Киров помню еще с Вятки. Я же дяденька-то достаточно старый. Поэтому у меня ощущение, что фрицы, они явно скрываются. Они скрываются, причем вне зависимости от того, будет ли Константин Устинович Черненко нас возглавлять. Или там Юрий Владимирович Андропов. Или Леонид Ильич Брежнев. Вот со времен Вятки такое ощущение, что, ну, там, либо фрицы, либо Ангелы Меркель. Вот сейчас чувствуется, что сейчас этим занимается Обама. Вот он вышел на пенсию. И вот я понимаю, что где-то вот этот вот мальчик чернокожий закладывает мины каждое утро, и поэтому дороги Вятки такие. А, ну, в общем, на наши власти не виноваты. Они ни при чем. Дмитрий, нам нужно прерваться, к сожалению, ненадолго. Это Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист, управляющий партнер компании Management Development Group. Через пару минут вернемся в студию. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается дневной разворот. 12.36. У нас остается чуть меньше 10 минут. Говорим мы в этой студии с Дмитрием Потапенко. Предприниматель, экономист, управляющий партнер компании Management Development Group. В перерыве сейчас обсуждали... Самое интересное. Самое интересное, да. Можем повторить. Продолжение нашего разговора, связанного с экономикой, системой. Вот все так упаднически кажется, пессимистично. Ничего пессимистичного. Коллеги, начнем с базисного. Есть старая пьеса Антона Павловича Чехова. Я ее повторяю регулярно. Есть там фраза. Она про XIX век. Два героя обсуждают Россию XIX века. Один говорит, Россия пессимистичная страна. Другой говорит, дело не в пессимизме или в оптимизме. Дело в отсутствии большинства ума. Поэтому рекомендую перечитать Антона Павловича Чехова. В экономике не существует пессимизма или оптимизма. Все равно, что сказать, у нас на часах 12.37 – это пессимистично. А может быть, это оптимистично. Но это бредятин. Это цифры. Они никак не зависят от вашего эмоционального состояния. То есть, зависит от того, чему вы радуетесь или что вас расстраивает. Поскольку за эфиром мы задали вопрос, насколько система неустойчива. Система идет по режиму СДД. Сожрите друг друга. Сейчас вот они, я почему и сказал, что там система как раз очень разбалансирована. И она не выпускает пар. Более того, как не покажется странно, чем больше зажимаются так называемые протестные настроения, и чем больше создаются протестных настроения. Вот яркий пример. Это вот сейчас Москва с этим так называемым законом о рееновации. Если его перевести на самом деле на русский язык, потому что нет никакой в законах рееновации, есть отбор собственности. В данном случае это нарушение, прямое конституционное нарушение. И вот чем более жестко московские власти примут этот так называемый закон, поскольку мы понимаем, что он пройдет по всем городам и весям, тем больнее им будет падать. Чем больше они будут, соответственно, устраивать репрессивных мер, тем опять-таки им будет больнее падать. Не потому, что их там раскрутит кто-то из так называемых оппозиционеров. Оппозиционеры в данном случае являются кормом или мальчиками для бития. Их раскрутит сама же система. Потому что когда они закручивают гайки кому-то из оппозиционеров, за их спиной стоит в каждом абсолютно белом доме, в том числе и здесь, стоит несколько группировок, которые наблюдают за ошибками, за ошибками действующих вот этих сатрапов. И, соответственно, каждую ошибку, с каждой ослаблением, ведь воздействие, ну как сила действия, она силе противодействия. И чем больше, соответственно, сил уходит на внешнюю вот эту борьбу с некими протестами, тем меньше остается на внутрикорпоративную борьбу. Соответственно, внутрикорпоративная борьба их будет ослаблять, и это выгодно. То есть это будет выгодно. Поэтому систему, конечно, порвет. Порвет ее, конечно, экономика, а не какие протесты физически. То есть протесты — это некий такой внешний какой-то триггер, который имеет место быть, и он связан с тем, что власть просто не умеет управлять никоим образом обществом. Она не умеет держать баланс между различными группами. Она лет 5-7 назад, ну даже, может, побольше, она приняла такое, что она профилирует общество. То есть не соблюдает его интересы или отсматривает его интересы, а говорит, вот дело будет так. И с помощью средств массовой информации или интернета того же вкладывает в голову, как оно должно быть. Но эта система не держится, потому что есть еще внешние факторы. Мы живем в мире, соответственно, это иллюзия, что наша страна — это некий замкнутый мир. Нет, он ни черта не замкнутый. Я же не просто так привел пример, что мы один раз поднимались на восьмое место в экономике, сейчас мы имеем 13-е место в экономике. То есть у нас 1,7 ВВП. И даже если провести все так называемые институциональные реформы, о которых много говорят разные экономисты и я, то к 30-му году мы будем занимать 2,6 мировой экономики. Но это фантастический результат, если мы проведем все институциональные реформы. Другое дело, кто это будет проводить? Наши власти? Нет, не будут. Потому что они заняты внутрикорпоративной грызней. И они выйти из этого круга уже не могут. Есть такой фантастический рассказ, называется «Яростная планета», если мне не изменяет память. Так вот, суть там такова, что люди прилетели на инопланетных кораблях, соответственно, на другую планету. И получилось так, что они сами, по сути дела, создали круговорот, когда природа начала агрессировать на них. Ну, там произошел пожар, соответственно, животные побежали через лагерь поселенцев, поселенцы начали в них стрелять. А, соответственно, вся планета, она находится на связи с точки зрения как раз каких-то интерволн. То есть они находятся в этом состоянии. И возникла вот эта взаимная агрессия. Люди начали уничтожать планету, планета начала уничтожать. Вот сейчас, по сути дела, наша власть находится в этом параметре. Они не могут выдохнуть и сказать, так, минуточку, а у нас есть народонаселение, наши сограждане, которые, на самом деле, мы их не профилируем, а мы неким образом соблюдаем их интерес. Потому что как только они предают свой клан, их сжирают их соседние кланы. Поэтому они достаточно в тупиковой позиции с точки зрения их поведения. Именно поэтому большая часть тех, кто приходит во власть, быстро стараются урвать, потому что они понимают, что у них срок... Вот песочные часы вот этих 5-7 лет полной атрофии экономики, они капают. Они эти видят. Они, может, не понимают их по цифрам, но они шкуры чувствуют. И они понимают, что у них электоральный цикл, условно говоря, 4 года. Нужно успеть выскочить до 7 лет, потому что вот на переломе 5-7 лет на них повесят все то, что было до них. Вне зависимости от того, что их это были косяки или не их косяки. Поэтому лучше сейчас наворовать и набрать, чем потом попасть под этот вводораздел 5-7 лет. Так что это условно-положительный сигнал. Ну, а не условно-положительный сигнал. После вот этого колопса следующий дракон может оказаться хуже предыдущего. Как я говорил за эфиром, что следующий поворот может оказаться... А первое, это будет на уровне такой военной-хунты в погонах. Ну, то есть придут люди в погонах. Уж из какого ведомства, это уже не на самом деле вторично. Поворот, поскольку нужно будет делать как-то закручивающие резкие гайки, должен произойти, помимо того, что вай-вояки, они должны быть очень леворадикальные и плюс ко всему националистические. То есть вот это может оказаться существенно хлеще будет в следующие времена. Дмитрий, а есть у вас прогноз, когда же все-таки, в какой момент экономику порвет? Она, поймите правильно, вот нету такого момента, в который вот секунда происходит. Вот вы все ждут 98-го года. И в 98-го года не с точки зрения того, что произошло, а вот с точки зрения... Конкретной даты. Да, ждут. 6 августа. Да, что оно долбанет. Нет, вот сейчас, если посмотреть ретроспективу, это вот та самая стагфляция, это медленное сползание, и наши сограждане очень быстро адаптируются. То есть если совсем недавно, да, вот мы когда возвращаемся к закону, так называемому закону о реинновации, ведь никто не вякнул, когда отбирали земли под Олимпиаду. Ну, типа святое дело. Потом была ночь длинных ковшей, снесли все палатки. Ну, это же вроде не наше дело. Потом вводили так называемые эти электронные кассы. Ну, это же не наше дело, это же предпринимательское. Потом уничтожали ИПшников, по которым повысили социальные налоги. Напомню, чтобы на секундочку так с рынка ушло 600, по самым скромным подсчетам, 600 тысяч ИП. 600 тысяч. У нас всего работающих суммарно 65 миллионов со всеми. И как-то никто не вякнул. Никто не вякнул. Вот в этом смысле, когда вы задавали вопрос до эфира, почему там вас волнует проблема дальнобойщиков, там, пятиэтажек, этих так псевдоэлектронных касс. Напомню, что если кто не знает, вишенка на торте с псевдоэлектронными кассами, что у нас это можно... Электронные кассы разрабатывают только одно предприятие в федеральной службе, причем при федеральной службе безопасности. А человек, который, в общем, это все разрабатывал, находится в федеральном розыске и розыске в Интерпол. За многомиллиардное хищение. Такая вишенка на торте. И, соответственно, предприниматель, вот мелкий, который там в селе, должен потратить в среднем где-то 20-30 тысяч рублей, которые вложат, конечно, в конечный чек. Согласитесь, что наших сограждан, то вот сейчас все, что рассказал Дмитрий Потапенко, ну, гражданин говорит, да, это дело-то этих предпринимателей. Ну, раз это дело предпринимателей, ты же потом, когда приходишь вот в эту точку маленького общепита или ритейла в какой-нибудь там своей деревне, ты же говоришь, а что у тебя такая цена высокая? И ты будешь, и ты поджигать, если бы виртуально, ты будешь поджигать этот ритейл. Но ты никогда не скажешь, что, минуточку, а вы врубили парню кадастровую стоимость в 17 раз, вы подняли ему социальные, так, псевдосоциальные налоги, при том, что в дыра в нашем пенсионном фонде больше триллионов. Ты винишь кого угодно. Ну, то есть ты держишь любого человека, кроме них. Поэтому, еще раз говорю, поскольку нет причинно-следственной связи, мы получаем то, что достойно. Нам на этом, к сожалению, пора заканчивать. Да, это был дневной разворот. Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист, управляющий партнер компании Management Development Group. Спасибо большое за эфир. Спасибо. Юлия Афанасьевна, Александр Асохин. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова